всем доброго времени суток с вами лилия сегодня хочу показать вам какие кабошоны эвдиолита есть у меня и немного рассказать об этом минерале и давайте узнаем чем же он так интересен название эвдиолита происходит от древнегреческих слов эв хороший подлинный настоящий или тос камень у местных жителей кольского полуострова саамов эвдиолит известен как лопарская или саамская кровь происхождение этого названия связано с древнескандинавской легендой изложенной академиком ферсманом в книге воспоминания о камне ферсман приводит легенду о борьбе саамов со шведом куйвой и пошли они настоящей войной кто с дробняком кто просто с ножом пошли все на шведов а швед был сильный и не боялся лопи сначала он хитростью заманил на сей дьявар нашу лоб и стал ее крошить направо ударит так и не было десяти наших и каплями крови забрызгали все горы тундры до хибины налево ударит так снова не было десяти наших и снова капли крови лобской забрызгались по тундрам победили саамы куеву который превратился в скалу над сей дьяваром и только красные капли саамской крови остались в тундрах вот так описывается схватка в тундре между саамами и шведами таким образом считается что капли крови разбрызганные по тундре превратились в эвдиолит и теперь поподробнее узнаем что же такое эвдиолит эвдиолит это сложный комплекс силикатов содержащие натрий кальций церий железо марганец и 3 и цирконий вот то что мы видим рубиновый цвет это как раз обусловлено тем что здесь находится марганец твердость этого минерала от 5 до пяти с половиной единиц кристаллы диали то бывают разными но чаще всего он встречается в зернистом виде его цвет варьирует от розового до красного и красно-коричневого эвдиолит был обнаружен в гренландии в россии а также в канаде считается что эвдиолит очищает кровь эвдиолит обладает способностью усиливать энергетику помогает избавиться от тоски и смягчает скорбь ношение изделий из эвдиолита ускоряет выход из депрессии дарит надежду эвдиолит талисман людей деятельность которых связано с риском и активных людей с напряженным ритмом жизни с древнейших времен эвдиолит носят при себе воины так как основные магические свойства камня направлены на то чтобы защитить своего хозяина и сделать его неуязвимым эвдиолит хорошо полируется поэтому его используют в ювелирном деле в украшениях эвдиолит часто присутствует как вставка в колье браслете в броши женщинам в качестве талисмана лучше носить браслет из эвдиолита или браслет с эвдиолитом оправлены в серебро мужчинам следует изготовить для себя талисмана в виде брелока из эвдиолита можно носить при себе шар из этого минерала однако нужно помнить что нельзя носить при себе эвдиолит постоянно только в ситуациях в которых он способен помочь а также нужно помнить что имея при себе эвдиолит следует отказаться от других камней кто-то из подписчиков меня спрашивал не входит ли турмалин в эвдиолит нет не входит у этих двух минералов совершенно разные характеристики кристаллическая решетка химический состав плотность и так далее в эвдиолите рубиновый цвет зависит от количества марганца и именно эти включения рубинового цвета являются эвдиолитом второе название саамская кровь часто рядом с эвдиолит может присутствовать эгерин вот эти серые включения это эгерин остальные включения это порода в составе который обычно сопутствует эвдиолиту еще у эвдиолита есть такое свойство он растворим в кислотах но мы же не собираемся подвергать наше украшение таким испытанием с эвдиолитом мы все выяснили а что мы знаем про турмалин по моему у большинства из нас на слуху два вида турмалина турмалин рубелит и турмалин шерл если вы знаете больше видов турмалина напишите мне пожалуйста в комментариях а что же на самом деле посмотрите сколько разновидностей по формуле турмалина среди них известный нам турмалин шерл по окраске также различают несколько разновидностей турмалина остановите видео почитайте если интересно некоторые из этих разновидностей можно назвать эльбаид а эльбаид в свою очередь как и шерл называется турмалином как видите все не так однозначно поэтому для обычного потребителя для нас с вами это турмалин в любых его проявлениях вот так выглядит с росток кристаллов рубелита а у меня есть один единственный кабошон турмалина рубелита у меня есть три девочки дочка невестка внучка кому-нибудь сделаю украшение из этого турмалина больше к сожалению я не встречала рубелитов у мастеров камнерезов затронув тему турмалина я достала свои бусинки и оказалось что у меня их почти нет нужно срочно пополнять запасы здесь не вся цветовая гамма потому что я выбирала нужной бусинки для украшений в общем срочно нужно пополнить запасы этого прекрасного минерала а сегодня это все что я хотел вам показать надеюсь вам было со мной не скучно спасибо если досмотрели это видео до конца я желаю всем здоровья мира и добра до новых встреч с вами была лилия и и и и и и и и